Мне сказали, что у вас есть класс в ГИБДД. Есть класс. Это круто. Я когда узнал, я сразу понял, что будет у нас называться это. Ну, например, математика для автолюбителей. У меня есть математика для губинитарии, есть там математика для экзаменистов. А сегодня будет математика для автолюбителей. Некоторые из сюжетов попадали в математику у вас в класс и раньше. Вот. Некоторые. Некоторые сюжеты попадали куда-то там в отдельные веселые задачки. А некоторые сюжеты... Нет, наверное, совсем, ну, сюжетов, в общем-то, нет. Речь идет именно о собрании сюжета. Похоже, я стол вниз, наверное, переставлю. Попниже сюда поставлю, чтобы у меня была в штатстане. А вот туда, чтобы чуть-чуть попал вниз, чтобы все будет внизу. Сидеть я не спираюсь, если честно. Так что, слово там нужно. Так. Значит, сейчас будет сюжет для того, чтобы разлеть мозги. Называется развязка лепесток. Дорожный сюжет номер один. И так, автобус. Да, и еще можно назвать Кольцов. Кольцов – это аэропорт в городе Екатеринбург. И там вообще эта ситуация наблюдается, которую я описываю. Она из реальной совершенно жизни. Из жизни одного автобуса, я не помню какого номера, типа 106, который идет из центра Екатеринбурга в аэропорт Кольцов. Он выходит в некоторый момент на сибирский тракт. И ему нужно вот на другую сторону этого тракта. Вот здесь он, наверное, под Кольцова, да? Вот он. А отсюда он приезжает и попадает, ну как бы он... Он не может вот так развернуться и вас, наверное, хорошо... Почему? Ну, собственно, все. Кто? Ну, там нет, да, там нет. Вот так вот взял. Все, через плашную полосик, да? Восход в раз... И все. Вот. Поэтому надо ждать какой-то развязки, да? То есть он едет вперед, хотя ему надо ехать назад. И вот он встречает дорогу. Эта дорога выглядит так, она... Вот по мосту. Она над. То есть вот этой дороге не видно, да? Вот эта дорога под, а эта дорога над. Как бы там, вот так вот, как бы, вот так, да? Вот эта дорога над, ну и здесь есть развязка типа лепесток, да? То есть вот здесь есть поворот сюда. Да? Соответственно, вот. Ну так, вот эти вот повороты. Ну, то есть как бы ровно то, как обычно устроено это все. Вот. И он воспользовался этой дорогой для того, чтобы, развернувшись, поехать назад. Вопрос. На какой суммарный угол он повернулся в процессе этого сюжета? Да? 360 градусов. Нет? 270. Нет? 300. Еще думаем? 470. Уже близко. А, сейчас. 560. Нет. 520. Совсем близко. 540. Да. Серый молодец. Теперь давайте проследим, чтобы понять. Да, угол очень большой, оказывается. Если 360, то он просто в обратную сторону тоже. Он поедет в сторону, в которую он уже ест. А ему нужно в обратную. Но как бы это не 180, это не то, что вот так уже поехал, да? Нет. Что он делал? Он делал вот так. И это уже 270. Да. Вот так, 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 так. Видите, что 27, да? Ну, 270, так, так, так. Плюс здесь еще раз, ровно те же самые 270. Вот у нас получается 270 плюс 270. Равно 540. Но надо сказать, потому что вот видно, что все-таки класс ГИМДД. Потому что обычная, я пару раз вмечал это в обычной лекции, очень вяло реагирует народ, совершенно не понимает, что спрашивают, зачем это все. Вот. А тут я просто, видно, что этот сюжет зацепляет, да, детей из класса ГИМДД. Он вполне, так сказать, мы его, наконец, как-то вытащили. Этот сюжет я его откуда-то изнатолида вытащила, вот, он пришелся на откуда. Что он мне принес. И так действительно, этот сбор получается. Огромный угол. Да. Хорошо. То есть продолжаем рассминку. Ну, уже так более, может быть, более серьезный вопросик. Следующий будет. Мужик. Опять дорога. Ну, дорога у нас будет почти все время дорога. Дорога. Светофор. Еще один светофор. Так, еще один светофор. Так. Так. Сейчас я из головы дам ее вообще, чтобы мы на ходу решали задачу. Называются световые режимы. Режимы светофора. Или задача о зеленой волне. Итак, ну, например, здесь расстояние 300 метров. Разумное расстояние между светофорами, в принципе, да. Здесь тоже 300 метров. Светофор. 45 секунд горит зеленым. 15 секунд пропускает пешеходов. Разумно? Да. В принципе, да. Каждый из них. Мы едем отсюда. Ну, и, допустим, мы уже стартовали после предыдущего светофора. Может, 300 метров здесь. Ну, и в сумме, получается, почти километр. Где сумма. Вот. Теперь вопрос следующий. Какая предельная допустимая скорость движения в городе? 60, да? 60? Теперь. Мы делаем это следующий. Мы едем. Каждый участок с предельной допустимой скоростью и не быстрее. А если светофор зеленый в этот момент, мы, понятно, его проезжаем и дальше едем. Если красный, мы тормозим и ждем, пока он станет зеленым. Задача. Расставить светофор и так. Чтобы получилась зеленая волна. То есть, чтобы, когда вы сюда подъехали, вот, допустим, вы, допустим, вы здесь подгадали в самом начале зеленого цвета. Можно дополнительно решать более сложные задачи, чтобы вы, если вы подъехали на середине вот этого зеленого промежутка или к самому концу, наоборот. Вот. Каждая из этих задач – это отдельная математическая задача. И дальше, значит, вам нужно так подобрать режимы, чтобы, проехав здесь на зеленый, вы, на самом деле, дальше тоже будете ехать на зеленый, вы нигде не будете тормозить. И сравнить ситуации, когда светофоры настраивал какой-нибудь идиот. И настраивал так, что возникла красная волна. То есть, проезжаешь здесь на зеленый, здесь ждешь. Едешь, здесь ждешь. Да, ну, бывает, правда, да, такое? Я много перемещаюсь, у меня своих машин нет, и я вообще там не умею рулить машиной. Я никогда в жизни не учился водить. И уже, наверное, не соберусь никогда. Но езжу я вообще много, это все же машина, перевозят туда-сюда. Вот. И бывает, когда ты едешь, раз красный свет ждешь, ждешь, поехал. Зеленый, видишь, перейдет, там где-то зеленый, зеленый, едешь. Блин, зараза, он берет, перемещается на красный, ты перейдешь. Ну, казалось бы, нет. Еще проще настроиться вот так, чтобы он был в этот момент уже слабо зеленым, наоборот. Но нет, он означает красный. Есть, ждешь, опять же, такая тема, сейчас красный, зеленый. Вот. Ну, давайте посмотрим. Как бы, фактически речь идет о настройке двух, ну, будем так сказать. А, или давайте даже вот, вот отсюда вы стартуете, вот, вот здесь, вот здесь. Вы стартуете, когда вы проехали, вот, значит, как-то зеленый свет. И вот вы видите, так, через сколько времени должен включиться на зеленый свет этот светофор? 60 километров в час, это сколько? Ну, 15, не совсем, но близко. Сколько? 100 метров за, значит, за сколько секунд мы проезжаем? 60 километров в час. Это касается, где-то 100 метров в секунду. Если целых секунд, то есть, типа самолет, ну, в самом деле. Нет, давайте попробуем решить. 60 в часах в час. Означает километр за какое время? За одну минуту. Так, в минуте сколько секунд? 50. 60. Значит, 100 метров, то есть в 10 раз меньше, чем километр, машина проезжает за? 60 секунд. 6 секунд. Значит, 300 метров, где-то на самом деле не 15 секунд, а до 18. Соответственно, правильный режим. Ну, любой, при котором здесь включается ровно, ну, да, через 18 секунд, либо через 15 секунд, да, либо уже, в принципе, включен. Для первого, для этого будет достаточно. Ну, и дальше, соответственно, мы можем следующий светопорт настраивать, чтобы он был включен. Через 18 секунд режим, да, ровно, вот в то время, которое требуется, чтобы здесь проехать на скорости 60 в час, это 18 секунд. Значит, когда здесь начинается зеленый, через 18 секунд включается зеленый здесь. Через 18 секунд включается зеленый здесь. И возникает то, что называется зеленая волна. Вот он едет и спокойно здесь инкналирует все. Ну, это понятно. А давайте теперь попробуем посчитать, что будет, если режим включен, ну, вот супер по-идиотски. Вот супер по-идиотски. То есть вы подъезжаете сюда с максимально допустимой скоростью, и в этот момент включается красный свет. Будем считать, что желтого нет для этого поставки. Включается красный свет. Значит, вы проехали за 18 секунд, как вы часто. Дальше ждете сколько? 20. В общем, 15. 15. Дальше едете еще 18 секунд. И дальше, как назло, опять ждете за 15 секунд, да? И опять едете 18 секунд и ждете 15. То есть, иными словами, вместо того, что вы проехали 300 метров за 18 секунд, вы 300 метров проезжаете за 33 секунды. И это, наверное, самый куча вариантов. И остальные методы нет. 300 метров за 33 секунды. Это что за скорость такая? 300 метров за 33 секунды. 900 метров за 29 секунд, да? Ну, давайте посмотрим приблизительно, да? Сколько это будет? Приблизительно, значит, 100 секунд 900 метров, да? Значит, 300 секунд это 5 минут. 5 минут это 2700. 25 на 800. И осталось, что еще нам нужно, чтобы скорость получить? Час, километр в час. Если за 5 минут. На 12 кто-то сказал, кто-то сказал. Я вовчу. На 12. 5 минут, да? Если умножить на 12, то будет 60. Ну, то есть 5. Значит, 2 и 7 на 12. Унажайте. Знаете, кстати, как нормально умножать, да? Нет. Я уверен, что вы не все знают, что я сейчас скажу. Смотрите, как надо умножать. И сейчас сразу будет хоррель. Без всяких этих прыжочных шагов. 2 за 7,4. 4 один момент. 2 за 2,4 плюс 1,5 плюс 7,12. 2 один момент. 3 плюс 1. А, 2 один момент. А что, не знаете так? Нет. Это такая ментальная архметика называется. Я сучу, я сучу. Это ментальная архметика. Я не знаю, что такое, но те, кто ею занимается, мне так вам сказали, что это было не очень интересно. Во взрослом. В детском уровне интересно. Но вообще правило от быстрого... А, правда, было? Нет. Вы правильно. Неправильно. 300. Правда, не было. И так 32,4 километра в час. Как вам такая скорость передвижения? Отстой, бог. То есть у вас от 30 с лишним до 60 диапазон, в котором это ваше личное решение человека конкретного, который настраивается на форум. Да? Вот он решил, и все едут в среднюю скорость, как 32 километра в час. А решил по-другому, и все едут в среднюю скорость в 60 километра в час. Здесь решение очень дорого. Стоит термин 3. Вот. Ну а умножать можно и более длинные числа. Ну давайте, например, 171 на 253. Как вам нужно сравнивать? Ну, по разрядам смотреть. 3х1, 3. Хорошо. 3х7, 21. 5х1, 5. 21х3, 26. Вот эти, вот эти вот в один развертый. Понятно, да? Одновременно. Ну, ну, чтобы... Если крайние разряды, это вот этот. Теперь этот на этот, этот на этот. Как многочленный. Примерно так же. Это есть число, это есть многочленный. Что здесь написано? 10 квадрат плюс 7 ю 10 плюс 1. А здесь написано 2 на 10 квадрат плюс 5 ю 10 плюс 3. Ну вот теперь мы умножаем как многочленный. Рома то и получается в точности. При 10 квадрате будет, соответственно, все равно. Тут 3, 6, 7, 21 плюс 5, 26. 6, 2 в уме. Дальше так. 3 плюс 2, 5. Плюс 35, 40. Плюс еще 2. 42. 2, 4 в уме. 4, 5 плюс 4, 9 плюс 14, 23. 3, 2 в уме. 4, все. Ну, чтобы вопрос проще было. Понимаете, это просто. Нажать-то надо в ней. Надо так. Это было небольшое. Тоже, что это многочлен. Число это многочлен, в который подставленный из-за многих. Вы не знали это? Число, записанное в десятиричной системе. А какие еще будут? Дваличные системы. О, вы знаете, да? А кто знает дворичную систему? Поделите руку. О, дворичную систему вы многие знаете, да? Тогда анекдот математика номер один расскажет. Анекдот, который расскажет о математике. Анекдот номер один. Что? Я расскажу. Анекдот, который рассказывает. Номер один. Все люди, планеты, делятся ровно на 10 типов. А именно, те, которые знают дворичную систему, и те, которые ее не знают. Конечно, я произнес этот анекдот, его надо читать двоичной системе. Когда я сказал на 10 типов, я прочел 10 двоичной системе, то есть на два типов. А понять его могут те, кто знает двоичную систему. Ну вот. Так вот, число, записанное в двоичной системе, это многочлен, в котором оставлено х в углу 2. Многочлен, в котором каждый коэффициент либо 0, либо 1. А обычное число, которое записано в обычной десятиличной системе, это многочлен, у которого х в цифре от 0 до 9 в циферке. И в нем надо поставить х равно 10. И поэтому умножение многочленов легко переносит умножение чисел. Вот небольшие, так сказать, ноу-хау такие, как в лайфхаке, да, ноу-хау такая. Так, однако мы продолжаем наши дорожные сюжеты. Что? Так, дорожный сюжет номер три, но он классический. Это понятно, но в интернете людей есть на всех поэффекциях. Но здесь я напишу 51 РУС. Морганская область. Вопрос. Сколько автомобилей с этим номером можно теоретически выпустить? Хороший вопрос. Сейчас я запишу странное слово здесь, которое является подсказкой к этой задаче. Странное несуществующее слово. Его выдумала одна слушательница в Питере, чтобы легко было запомнить, а что вы мне сказали? Что? Слово такое. Скан-муху-верх. Вот. Как одна слушательница в Питере сидела, слушала лекцию буквально неделю назад. Слушала, я смотрю, что она не очень слушала. Ну вот лекция – это очевидность. А вот задачу, которую вы дали на лекции, я решила и предложил бумажку, там было кучу вариантов. А что же это было с задачей? Скан-муху-верху на слово, состоящее из двенадцатых букв. Так вот. Это те... Это ладинские. Это те и только те двенадцать букв, которые разрешаются использовать в номере машины. И это для запоминания. Можно по-рубински то же самое слово, потому что с какой-то мышцей? Гэ. Как это? Гэ. Микс-о-бэ. Так вот, ровно эти двенадцать букв, хориконитники, и твердый знак вы не занесете в машину номером. Так. Теперь мы уже приближаемся к решению задачи. Иван семьсот. Да, а кто сказал? Посчитал, да? Да, круглях. Молодцы. Ну что, пацаны, молодцы. Молодцы. Надо округление, да, небольшое. Ну, в принципе, чуть больше. Значит, итак, как устроен номер? Ну, в нем есть пятьдесят один рост в конце, а дальше что? Буква. Три цифры. И три буквы. Сколько вариантов комбинации из трех цифр? Девятьсот 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 это все кроме ноль-ноль-ноль. Вот, кстати, я сразу тоже вижу, что здесь классные под д 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 Здесь сколько вариантов? 12. Здесь тоже? Здесь тоже. Что я делаю с этими числами? Умножаем. Правильно. Молодцы. Умножаем. Для любого, для любого буквы здесь будет 12 вариантов выбрать буквы здесь. То есть вот у меня варианты, они множатся, они размножаются. Вот 12 вариантов той буквы, и для любого из этих будет 12 вариантов второй буквы, а для любого из этих 12 вариантов третьей. Понятно, что здесь отряд 144 места, а тут, соответственно, 1720. И у меня получается 1728 умножить на 999. Ну, приблизительно миллион 700, как и было статусов. Когда эти машины будут полностью выпущены, что произойдет? 15. Сколько стоит регион? Дополнительный регион, да. Только вот так. У вас пока нет, да? Нет. Пока нет. В этих регионах России уже не только единичка, там уже по три-четыре в ряду. Я вас... В Москве вместе с областью 20, примерно 20 в начале, или 15 точнее. В Ленинграде... В Ленинградской области и Петербурге около десятка в начале таких вот номеров. Ну, там... Ну, например, в Питере что у нас? 78, 28, 178, 138, 147. А в Москве вообще там... Там столько номеров, что их просто реально очень много. Вот. То есть... В Питере примерно, там... Допустим, в Питере в районе там... 10 миллион машин выпущено. В Москве в районе 25 миллионов машин выпущено. В Москве его. Ну, а есть не только Питер и Москва. Например, в Екатеринбурге уже четвёртый номер идёт. Если мне не изменяет память. Было 66, потом 96, потом 166 и уже появляется 126. Вот. Ну и там в Краснодарском крае очень много. Ну, есть регионы, где много дорог идёт. Там, собственно, не дорога. По второму третьему кругу идёт. Так. Прошло. Очень живенько. И там, следующий сюжет называется «Парадокс Брайса». «Парадокс Брайс» выдумал в 1956 году некоторую воображаемую ситуацию дорожную, в которой открытие новой дороги или достройка новой дороги. Ситуацию на городе ухудшает дорожную. То есть никому не быстрее добираться, а очень многим добираться становится мирнее. Но это была чисто теоретическая конструкция, и он написал, что надо теперь забрать примеры. В общем, началось погоня за примерами из жизни, которые дают вот такую ситуацию, что какая-то новая дорога открылась, или её обнаружили, или её там аспонтировали, а она была плохой. И всем стало хуже. Ну точнее, никому не стало лучше, а кому-то стало хуже. У меня есть свой собственный пример, который я наблюдал в 90-е годы. И я его сосёк тогда ещё, а потом я узнал, что это называется «Парадокс Брайс» в жизни. Но сильно-сильно похоже. Выглядит он так. Сейчас я рисую карту некоторого города. Ну, собственно, города Москва. Но я рисую не Москву. Я рисую сейчас некоторую часть. Восточный административный опыт. И северо-восточный. То есть это МКБ, знаете, на кайперовке? Да. Да, да. Через неё вот здесь вот въезжает Щёлковское шоссе. Вот это Щёлковское шоссе. И через него каждый день въезжает огромное количество машин. Здесь живёт… Здесь живёт… Вот в этой… Вот я сейчас нарисовал некий закуток. В нём живёт столько людей. Сколько находится в городе? Всё, целиком. Включаем ум. Вообще. Во всех городах. Вот этот вот закуток чуть-чуть с Востока. И он весь ездит либо через этот, либо через Ярославку, но она далеко. То есть ну там половину точно ездит через этот курс. Там Калашиха, Щёлкова, Фрязина, часть Королёва. Всё ездит там. Дальше кто куда едет? Но довольно большая часть народа едет вот в эти северные районы. Здесь ВДНХ. На ВДНХ очень многие работали. Там сейчас эти павильоны, которые были… Взрослые помнят ВДНХ, да? Там такая выставка достижений народного хозяйства. Там павильоны разных народностей, да? И там вот у каждого что-то своё. Сейчас это всё сдаётся под… это самое… Ну там многие сдаются под фирмы, под аренды, в общем, сдаётся. И половина, наверное, этих всех. Ну и там много народа. Ну и вокруг тоже много народа. И, в общем, туда едет народ. Куда едет народ? По этому Щёлковскому шоссе через кучу светофоров, правда. Всё время вот тут светофоры, далеко не в себе настроили. Да, я рисую ситуацию 1992 года. В 1992 году ещё не было никаких пробок, было мало машин. А вот здесь, по крайней мере, пробок не было. Всё, пускай, шоссе широкое. Но было уже много светофоров, чтобы вот так объезжать. Объезжать вот эту зелёную зону, которая называется Лосиный остров. Но внутри Лосиного острова есть райончик небольшой, в котором я вырос. Он называется метрами разом. Прямо вдаётся в лес. Прямо я сам в детстве одевал лыжи и беру всё. Прямо от подъезда на лыжах в лес. Ну и от метра Гаткар. На ВДНХ идёт узенькая дорожка по лесу прямо вообще без светофоров. Так было в 2002 году. Сейчас светофоры уже везде. Без светофоров. Просто совсем и без этих… Знаете такие? Да. Да. Точно. Вот. Ну и водей можно было провести за 20 минут. А вот этот весь путь из-за массового… Значит, из-за кривости и большого количества топоров занимал около часа. Всё бы ничего. Но! Автомобилисты вскоре нашли срезающую сюда дорогу. Сейчас вообще это всё расфонсировано сто раз. Когда-то там была такая малозаметная между заводами. Мы ещё там на базе лежали магниевые клиты, которые вроде как никому не были нужны. Каждый реальный пацан для наградка должен был иметь магниевые клиты. Даже когда я был маленький, я шёл со своим… Ну, это как, знаете, как победить льва. Мужчина должен победить льва, иначе он не может шениться. У некоторых льва таких времён, да? Должен убить льва. Ну, вот как бы… Мне тоже аргент пацанского определялся, что ты вынес со склада слиток магния. Вот. Но вот я как-то шёл вместе с другом за своим собственным слитком магния, и нас больнули солью, и другу в задницу попали солью. Вот. У меня больше не везло. Ну, он здесь попалялся. Сейчас, конечно, никаких отечественных. Если бы даже я давал зумной пример, сейчас бы он был неприменим, потому что ничего такого уже нет. Это был конец Советского Союза, был полный, как у нас. Наш проект, наверное, был полный развал. Ну и, в общем, значит, всё это самое. Вот что есть, была такая дорожка, и когда водители прознали про него? Вот это 10 минут. Что произошло? Давайте попробуем ситуацию спрогнозировать, как вот такие люди стратегические мысли. Они поняли, что есть более короткие пути. Так. И стали массово ездить по нему. Из-за этого там остановилось… Короче, поток был слишком большой, чтобы… Дорога много, а можно сказать, что машинчик… Вот здесь… Да. Стробка была… Присотовила стробку. Перед в этом этапе. Ну, тогда скажи… Сказавший «А», скажи весь алфавит. Какой она будет длины? Ну… Думай. То есть, по дорогу там… Нет, нет, нет. Ну, отрезка уже 10 минут. До поворота? Нет, вот не совсем. Длина, я имею в виду, не в метрах, а в минутах. Три? Да. Да. Тоже из класса ГИБДД. Молодцы. Именно 30, и не больше, и не меньше. Потому что, смотрите, это можно строго математически доказать. Предположим, что она больше 30. Тогда здесь дольше, чем здесь. Да, поэтому… Ну, тогда зачем сюда ехать? Да. Тогда она и не больше 30, потому что никто не видит, да? Почему? Теперь предположим, что она меньше 30. Ездили бы все. Тогда едут все. Тогда она больше 30. Да. Смотрите, математическое рассуждение. Она не может быть не равна 30 минутам в среднем. Потому что, если она регулярно больше 30, об этом известно, и туда никто не едет, и тогда это входит в противоречие с тем, что она больше 30. А если она регулярно меньше 30, то туда все пытаются ехать, и это входит опять в противоречие всем, что она меньше 30. Поэтому единственный вариант, что она ровно 30 минут в среднем, и тогда каждый человек здесь, ну просто там, взять монетку, грубо говоря, да? В общем, тогда вполне разумная ситуация, что сюда поедешь за час доедешь, сюда поедешь за час доедешь. Только здесь будет стоять пробки. А теперь внимание. Никому не стало легче от этой новой дороги, потому что как ездили в час, так и едут в час. Но нам всем, кто живет здесь, стало пуже на 30 минут. Потому что до этого это была наша личная эксклюзивная дорога. А теперь мы стоим в пробке, как и все остальные. И это классический парадокс прайса, в самом классическом виде, который он только есть. И я узнал о том, что это так называется, сильно позже. Я его выдумал, увидел, там записал, показал, друзьям там объяснил, а потом выяснил, что это называется парадокс прайса. Действительно, так очень часто случается. Эта дорога, как бы она ухудшила дорожную ситуацию. Вот. Бывает и наоборот. Бывает и наоборот. Следующий пример, связанный с парадоксом прайса наоборот. А что значит наоборот? Это значит, что глядение каких-то запретов на дорожное движение может улучшить ситуацию. Самое удивительное, что вы все отличные должны знать, потому что каждый из вас наверняка бывал в больших городах и видел одностороннее движение. Но одностороннее движение – это не что иное, как запрет на некоторую, так сказать, одну дорогу, она была в обе стороны, ее сделали в одну. Это одно и есть. Т.е. если есть парадокс прайса, то одностороннее движение вполне логично, что улучшает какие-то транспортные ситуации. Так вот. Теперь пример более искусственный, но очень убедительный. его привел Юрий Евгеньевич Нестеров. А, у вас, например, директор, да, зовут Юрий Евгеньевич? Полный тезка, да, вашего директора. Из-за этого примера и за соответствующую теорию транспортного движения Юрий Евгеньевич получил премию Данцига – это высшая награда европейской науки исследований операций. Вот. В общем, пример такой. Есть пункт А. Есть пункт В. Посередине есть пункт С. Из пункта А в пункт В нельзя проехать минуя пункт С, потому что вот здесь есть какие-то озера. Это что-то такое похожее на Кольском полуостров, но я сразу не могу подумать, где такая ситуация на Кольском. Озер много? Или, может, колени? В общем, это, наверное, можно представить себе здесь. То есть все дороги только через С, но дорог вверх. Одна прямая, и это 20 минут. Одна кривая, но очень широкая. И это 40 минут. По кривой можно прыгать сколько угодно машин, по прямой есть ограничения, и ограничения… Сейчас я прониктую. Сейчас я объясню, какие. Здесь ровно то же самое. Прямая 20 минут, а сильного вход 40 минут, но очень широкая. Значит, теперь я описываю ограничения. Всего в час должно проехать 8 тысяч машин. Из пункта А в пункт В. Вот здесь живут, здесь работает друг В. Значит, сейчас должны проехать 8 тысяч машин. Но вот эта дорога не может пропустить больше, чем 5 тысяч машин. Сейчас. А это сколько угодно. Тогда как будет выглядеть то, что называется транспортная равновесие? То есть состояние потоков, сколько времени люди добираются, и какие-то важные вещи по пробке и так далее. Пробка образуется на прямом участке дороги. Так. И будет иметь… Время нужно будет. А? Образуется в пункт АЦ. 20 каждая, правда? Да. И с другой стороны в пункт АЦ тоже образуется. Вот здесь? Да. Нет. Они все сюда едут. А, тут все только в одну сторону. Да. Это утро. Это утро. Вечером все наоборот, естественно. То есть утром все отсюда живут, подработают, а вечером как будет. Вот. То есть здесь будет пробка, и здесь. Ровно по 20 минут каждая в силу тех причин, о которых мы только что говорили. Правда? Потому что нужно, чтобы все пути были одинаковыми по времени. Тогда полови, значит, четверть людей будет ехать прямо стоять в пробке 20 минут, тут снова прямо, снова стоять, и будет час 20, да, для них время? А, ну, точно. Еще четверть – вот так 40 и вот так, тоже час 20, естественно, да? Да. Еще четверть – вот так, потом вот так, тоже час 20, а еще четверть – ненавеет пробки и будут ехать так или так? Тоже четверть. Тоже четверть. Понятно, что везде транспортная равновесие – это ситуация нагрузки дорог и пробок такая, что все пути из А в Б занимают одно и то же время. Это просто формальное математическое определение. У нас в Москве есть целая команда транспортников, которые работают над установлением разумного транспортного равновесия в городе, и это очень крутые математики. То есть там человек 20-30 математиков непрерывно занимаются этим. Если бы этого не было, Москва бы давно просто встала в бесконечной, бесконечной пробке на всех местах. Это очень сильно оптимизируется. В программу забиваются все эти модели. Прогоняются. Вот. То есть это такая серьезная вещь. Ну, давайте вернемся к нашему простой математику. Что предложил Юрий Евгеньевич? Он предложил запретить тем, кто приехал отсюда продолжение движения сюда. Вот такой маневр запрещен. Если вы приехали отсюда, извольте ехать только сюда. А вот если вы приехали отсюда, тогда, пожалуйста, можно сюда. То есть получается, что прямая вот такая вот уже просто запрещена. Если вы выбрали ехать здесь, то вы уже так, что вы поедете. А если вы выбрали ехать здесь, то вы можете ехать. Ну, в принципе, если вам будет это вылетать. Так вот, это немедленно меняет транспортное равновесие полностью, кардинально. А именно, половина машин едет вот так, а половина вот так. И ни на одном из участков мы не выходим на границу, когда начинается пробка. Четыре тысячи машин едет здесь, а вместимость пять тысяч. И четыре тысячи едут здесь, вместимость пять тысяч. Так не едет никто, потому что просто долг, да? Так запрещено. Остается два варианта, каждый из которых час ноль-ноль вместо час двадцать. То есть вместо четырех вариантов на час двадцать, возникло два варианта на ровный час. Сорок плюс двадцать или двадцать плюс сорок. Все. На двадцать минут сократилось время езды каждого из этих восемь тысяч человек. Каждый день. Тут на самом деле спрятаны огромные потери и приобретения времени. Огромные. В этой науке математической. Просто безумные по размеру. Когда-то... Гладкая история. Когда-то... Лужков? А знаете, что такое Лужков? Что? Лужков. Лужков. Нет, это не математика. Это бывший мэр города Москва. Лужков. Он проверяет. Да. Лужков. Лужков. Знаете, что он сделал? Он кольца подарил Москве. А? Кольца подарил Москве. Ну, может быть, кольца и подарил. Я точно не знаю. Но что он точно подарил Москве? Это турникеты транспорт. На входе. В результате в каждом спальном районе Москвы. Каждый божий день. Каждый человек тратил на десять минут больше на то, чтобы добраться до него. Умножьте, пожалуйста, все эти чисто друг на друга. Каждый работающий москвич. Так, это пять миллионов человек. Каждый день в году. Триста шестьдесят лет дней в году. Возьмем десять лет, которые это присадило. Три тысячи дней. Пять миллионов человек. Три тысячи дней. Пятнадцать миллиардов. Пятнадцать миллиардов раз. Утром терял десять минут, вечером терял десять минут. Пятнадцать миллиардов раз по двадцать минут. Пять миллиардов часов потерянного времени. Час в городе Москве. Я не буду говорить, что вас не огорчет, но давайте, допустим, возьмем двадцать тысяч рублей. Нет, давайте десять тысяч рублей. Значит, возьмем десять тысяч рублей. Это потеря часа. Пять миллиардов умножаем на десять тысяч. Это пятьдесят миллиардов. Триллионов рублей потерянных на счет этих турникетов денег. Это, понимаете, это что такое? Это все, что эти люди могли бы сделать для нас, с той страны. Они могли бы в это время работать, создавать какие-то интеллектуальные продукты, какие-то еще продукты. Но, правда, выдает мнение, что Москве просто про это скучи просто просиливают и скажут, что они ничего не делают. И в этом случае потери невелики. Но это уже сложно сказать. Сразу не скажу, что потери. Вот. Короче говоря, что-то порядка пятьдесят триллионов потерянных рублей. Ой, десять тысяч – это что-то с лишним. Все, десять тысяча триллионов. Месяц. Не, на тридцать девять. На тридцать. Все-таки один триллион. Ну, да. Триллион с лишним. И на семнадцать? Да, я же говорю. Да, да, один на семь. Один на семь. Ну, короче, да. Давайте еще, на всякий случай, все измерения очень неточные. Ну, триллион рублей потери точно, это факт. Триллион рублей. Триллион рублей – это очень неплохо. Ну, пришел Собянин. Он пришел, сказав, что он уберет пробки. О, уберет эти? Турники. Турники, да? Убрал. Убрал через шесть лет. Все эти шесть лет ему напоминали о том, что каждый год страна теряет в лице русскихей по 100 миллиардов рублей. За счет этих пробок надо их убрать. В общем, он убрал турники, сейчас все хорошо. В общем, реформа транспорт – это действительно очень серьезная штука. На транспортах надо думать. Давайте я вам сообщу клиент всего транспорта в большом городе. Я не знаю, может, в данный момент вам это и не пригодится. Но если вы, например, поедете жить в Петербург, я тут смотрю, тут вообще народ. Ну, вот в Кировске я спросил, куда будут люди поступать, одиннадцатиклассники. Ни одного человека на Москву. Все в Петербург. Просто какой-то этот самый. Здесь, видимо, зона, зона влияния Петербурга. Ну-ка, проведемся или нет? Кто хочет поступить в какой-нибудь московский вуз? Пойдешь в команду, надо работать. Здравствуйте. А в Питерске? Да, да, я вижу. Да, я вижу. Здесь зона влияния Петербурга. Итак, три аксемы транспорта большого города. Которые позволяют снизить пробки довольно сильно. Петербурга. Первая. Платные парковки. В центре города. Здесь, на самом деле, еще мало сделок. Расчеты говорят, что цена должна быть еще больше, чем сейчас. Раза в два, как я понимаю. Но это не дает сделать уже соображение какого-то социального толка. Типа, вы чего, в Генерии? Вот такие вот самые такие. То есть, если еще дороже сделать парковку, на самом деле, в целом, в Москве будет лучше. Но трудно это предложить. Ну, сразу можно видеть. Уже и так, как вчера. Дальше. Следующая из всего марта. Эпективность транспорта. Выделенные полосы общественного транспорта. Общественного транспорта. А почему? Да, смотрите, какая новика. Но там у нас было давление, сильное давление, говорили, блин, у вас так дороги не везде широкие, а вы еще и выйдете на полосы берете. Они еще уже становятся. Так еще больше будут тропки. Нет. Потому что очень многие люди садятся в автобус, когда знают, что этот автобус пронесется мимо вот этого живота. И желтые так все тоже имеют право. Специальные штучки тоже ехать по этим выделим. И это очень сильно просто разрушает. То есть в эти автобусы садятся, ну, как бы гораздо больше народу просто садится в общественном транспорте. В Москве очень невыгодно, что там очень много народа ездит. И вот пересаживаются на автобусы, и эта действительно вторая акция, она очень хорошо выглядит. Третья акция – это метро «Замкат». Ну, плюс, понятно, перед Марковичем Парковым. То есть, если вы нарисуете город Москва, то сейчас уже в разные стороны вы вылезали линию метро. Вот, по крайней мере, шесть хвостов точно сейчас есть. Ну, и вот здесь, 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 там делаются перехватывающие парковки. Народ приезжает сюда, паркуется здесь, здесь, дальше сюда. Но еще тоже слишком мало, надо гораздо больше перехватывающих парковок, чтобы сильно… Чтобы проблему как надо лечить. Пока проблема на вход в Москву нерешаемая совершенно. Знаете, сколько живет народу внутри так называемого бетонного кольца А-107? Вот, есть там, вокруг Москвы есть два кольца А-107 и А-108. Но вот тут уже их не очень много, а вот здесь можно оценить по данным сотовых телефонов. Сколько внутри находится телефонов, сколько раз видно. Знаете, сколько? Ну, ваше не входит так. Сколько? Сколько живет в Москве и окрестностей? Десять миллионов. Больше! Двадцать миллионов. Больше! Двадцать миллионов. Больше! Двадцать миллионов. Ну ладно, на самом деле не сильно больше. Двадцать два-двадцать три миллиона человек. В таком диапазоне можно это оценить. Средо трех миллионов. Нет, ну вот это А-107 и все внутри, вся Москва и вокруг. Но, блин, они же все работают в Москве. Ну, некоторые за приделки. Ну, некоторые за приделки. Ну, некоторые за приделки. Но в основном все последние. Все хотят ехать в Москву. Понятно сколько машин, пытаются ехать в Москву. Если внутри МКАД находится пятьсот тысяч машин, то это конец. Если это пробки, 8-9 баллов по Яндекс, а не Рихтера. Ну, по Яндекс, скорее. Если 450 тысяч, а что такое шкала Рихтера, на которой я сослался? А, это... А, это... А, если... А, если... А, если... Забуду, значит, дорогу, в 10-бальной шкале... Ну, на самом деле, если да, это шкала Рихтера, я тут уже шутил на шкале Рихтера. А если 450 тысяч, то в Москву ставят? Раз, два, три. Где? Всего? 50 тысяч. А потому, что так устроены транспортные равновесия. Вот это условие с пробками, что пробки возникают, уравнивая пути. Волшебным образом оказывается, что здесь есть так называемый в физике фазовый переход от ситуации «все хорошо», до ситуации «волный конец», где-то 50 тысяч машин там всего. Ну и понятно, что пара аварий там буквально раздают, там аварии, каким-то образом специально, все встало сразу вот через город. Вот. В общем, вот такие интересные зарисовочки на тему организации дорожного движения. Так. Ну что, я, наверное, вас немножко утомил. Так. Значит, тогда почти последняя задача. Почти последняя задача. Вот это гоночный круг. Представьте себе, что вы гонщики. Слово? Романя? Вон младит. Так вот, сели вы за руль вашего спорткара и описали «волный круг» со средней скоростью. 100 км в час. Да, и вас это очень огорчило. И вы решили, что нужно, чтобы средняя была 200 км в час. Нужно так ехать в следующий круг, чтобы средняя скорость была 200 км в час. Вопрос. Какой средней скоростью надо ехать в следующий круг, чтобы после первого круга проехать? Вопрос такой. С какой скоростью средней надо ехать в следующий круг, чтобы оба круга... Вот, если я посчитаю среднюю скорость... Нет? А не сколько я улечу сразу, Жень? Почему не 300? Сейчас я покажу. А что? Какая версия была? Решение на матку. Сейчас. Давайте про это поговорим. Я говорю, что нисколько я в каждой улечу на девушку? А? Нисколько я улечу в каждой на девушку, мне это невозможно. Хорошая версия. Сейчас посмотрим. Итак. Итак, что такое средняя скорость? Все расстояние делить на все время, а вовсе не скорость номер один плюс скорость номер два пополам. Давайте, например, посчитаем, какая скорость средняя будет, если будет первый круг такой, а второй такой. Тогда, смотрите, первый круг я проеду за время, ну, тут неважно за какое, ну, давайте, например, первый круг за 30 секунд я проехал, да? А, ну, тут в часах лучше. 30 часов. Ну, нет, тут надо в часах как-то... Сейчас посмотрим. Нет, пусть он был такой огромный, да, круг. И, допустим, я его проехал за 0,03 часа, да? Ну, типа там, не две минуты, на самом деле, а меньше того, часа, часу шестьдесят. Так. А второй круг я проеду за... за сколько тогда? Грудер один. Да, до 0,01, да? Так, хорошо. Теперь мы знаем, что эль, вот этот вот круг эль, делить на 0,03... Ой, здесь не пишет, сейчас. Эль делить на 0,03 часа, это как раз 100 километров в час. И мы можем сказать тогда, что эль равно... Да, 0,03 на 100. То есть три километра, правда, получилось? Круг три километра. Прекрасно. Теперь я беру шесть километров и проехал я рейкзак... 0,04 часа. Так? Ну-ка. 150, это 600, делить на 4. 150. Фу. А, да? Очень правильно. 150 километров в час. Замечательно. Значит, если вы едете с первой со скоростью, сколько градов в час? А второй со скоростью 300 километров в час. Но в среднем будет всего лишь 150 километров в час. И вы сегодня считаете себя жалкой мурзилкой. Слишком медленно. Сколько же надо? С какой же скоростью надо ехать на выключку? Круг. Давайте математически решим. 600 километров в час. Может быть, 400? Тогда... Ну давайте даже подставим не 400, давайте возьмем, например, 600 километров в час. Если 600 километров в час, вы знаете какую машину? Нет. Ну так, почти нет. Но будет 0,005, да? И тогда нужно будет 6 километров разделить на 0,035. 6 разделить на 0,035, да? Но будет какое-то число. На самом деле оно будет меньше 200. Все равно. Давайте режим задачи системно. Давайте режим задачи системно. Итак. Первый круг. Я прэкал за 0,03. Сейчас. Так. Второй круг со скоростью, там, какой-то дубль-вы. Я прэкал за время теста. Но если я узнаю, за какое время я должен прэкал, то я, естественно, получу и скорость, да? Правда? Ну, давайте посмотрим. Что мне надо? Мне надо, чтобы 6 километров разделить на 0,03 плюс Т было равно чему? 200. 200 километров в час. Умножаем. Умножаем на вот этот знаменатель. Ну-ка. 6 километров равно 200 умножить на Т плюс 200 умножить на 0,03. Чему вот это равно? 6 километров. Значит, 6 километров равно вот это плюс что-то. Значит, 200 Т равно 0. Значит, вам нужно проехать за нулевое время. Какая скорость? 0. 0. За нулевое время. За нулевое время. За нулевое время. Несколько. Вы должны проехать плюс за нулевое время. Бесконечность. Правильно. Плюс бесконечность выше скорости света. Иными словами, это задача наколка. Так сделать нельзя. Невозможно поднять в двое среднюю скорость, если вы еще один круг ездите. Потому что ясно, что для этого нужно два круга проехать за то же время, за которое вы уже проехали один. То есть следующий круг должен быть мгновенный. Мгновенный – это бесконечная скорость. Это я сегодня… Сегодня я пытался практически решить эту задачу. У меня была трасса… Этот самый. Чтобы я забыл. Как она? Тировский. 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 Я катался на лыжах. Три круга проехал. На каждом круге там примерно половину участков спуск и половина подъема. Спуск с безумной скоростью происходит просто. Там тридцать не точно у лыжника больше. У меня было примерно тридцати спуск. И в районе пяти, шести, пяти на этом подъема. Ну, т.е. я в 5 км. Сейчас в то время время шел. Другой было в 3-30 км. Не времени, а расстоятия. Ну, и я… Ну, понятно. Наивный ответ, что у меня средняя скорость была в 18 км. Конечно, нет. Она была гораздо ниже. Если вот так вот вычислить, половина времени 5, половина 30, получается где-то в районе 8 или 9, ну, максимум 10. Так и вышло. Т.е. я, возможно, не смотрел, сколько времени я прошел. Было где-то 9 км. Притом с половиной времени 5, половина 30. Так. Ну, вот так какая задача на полках. Так. Я хочу сейчас… А, тут на этой теме есть анекдот. А потом мы разыграем книгу. Анекдот. Едет водитель. Едет со скоростью 250 км. Ну, вот прям едет там на зуб, прям по поселку, где разрешение 60. Его останавливает милиционер. Махрыкий образ. Хороший вопрос, да. Не могу его останавливать. Ну, в общем, это… А, ну, или там, да, не знаю, выехал на австричку. Выехал на австричку, вот. Его останавливает милиционер. Он говорит, да, знаете, я просто очень быстро ехал, в 250 км час ехал. Я просто не заметил, как я выйду на австричку. Что? Так, еще и нарушение такое. Так, открывать багажник. Не, я не буду, там у меня трубу находится. Я не буду. Что, Адам, пистолет? Живо, открывай. Я говорю, я не открою. Все, без понятых я вообще ничего не буду делать. Подайте супер. Ну, гаичник вызывает несколько, пару человек. Они приезжают. Тот говорит, ну, при понятых открою. Открывает, что там. Там ягоды, картошка, яблоки, вещи личные. А тот и фиг, значит, этим. Алло, алло, тут друг. Тут это самый друг. Вот, конечно, не приезжайте, да? И такие у него смотрят, наверное, товарищи. Что-то происходит. А шофер показывает на него и говорит, он еще сейчас расскажет, что я через трещину поехал. «А ты билет. И я застену эта партнерка» И вот тут, конечно, последний сюжет. А теперь мы разыграем книгу. Разыграем очень просто. У кого сегодня день рождения? Так, сегодня? Прямо сегодня нету, да? Так, завтра? Вчера? Ну а завтра, да? Все, выходи. Как делал? Ваня. Подписывай, Ваня завтра и рак, приняйте. Подарши на нервы. А одну остатку ловую зиотеку подают? Он наврал. У него в сентябре. Мы будем верить. Но если... Вот. Вторую книгу в подарок оставлю в школе вашей. А сейчас я расскажу, где на самом деле книга лежит. Анализы в интернете. И все. Вас анализованы совершенно в интернете, не скачивая из прослата. И... Вообще сейчас я перечислю разные полезки. Так. Марк. Марк.ру Слышишь? Матхуйт. К сожалению, тут некоторые динформации, старый канал. Видимо, может, не действителен. Мы перемещаемся на новый канал. Вот на этот. Сделаем. Канал называется Матхуйт. Привет. А вообще весь проект называется математика просто. И вот здесь находится книга. Вот это математика для гуманитария. Самотеев. Икс. 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 Такой сайт на нем. Во-первых, можно вот эти бринты скачать и нанести на футбол. Если хотите. Книга математика для гуманитария. Бринты. Куча лекций. И 100 уроков математики для желающих серьезно ее изучить. Для тех, кто будет поступать. Ну вот, как бы понятно, что вы будете к Евре готовиться. Но также, если вы хотите, чтобы вам потом училось легко, вы и 100 уроков математики творите. Ну и контакты. Это ВРГ. Он. Алексей Салатиев. Еще есть инстаграм. Найдете по фамилии. Там, в принципе, эти ресурсы ведут волонтеры мои. Я сам их не очень часто забываю. Но лекции выкладываются. Так что подписывайтесь на канал. И смотрите все сюжеты математики, которые там есть. Спасибо за внимание.